Братья-месяцы Чтут память святого Гурия, жил в городе Эдессе во времена правления императора Диоклетиана, конец 3-го, начало 4-го веков. Говорят, выезжал Гурьян на гнедой лошади в лес, возил дрова, проверял засеки, места в лесу, где шла рубка, сено в стогах. Лошадь у святого была гнедой, потому как на Руси зима никогда сразу не устанавливалась. То снег шел, то наступала отепель, и на дорогах появлялась грязь, отсюда и гнедой, грязный цвет лошади. А в этот день ехал Гурьян на кобыле матушку зиму встречать, а она, выбравшись из-за забеленных снегом саней, вставши на ноги и оглядевшись, отдавала приказы морозам, чтобы те уставшую землю пуховыми сугробами покрыли, на реках и озерах ледяные мосты навели, а нечисть разную, не успевшую еще угомониться, по щелям да нором разогнали. Слушали хозяйку, оцепеневшую от усердия морозы, слова на ледяные сосульки усов наматывая, а она, говоря с ними, не забывала широкими рукавами шубы потряхивать, взмахнет правой рукой, а из-под рукава снег валит, взмахнет левой и не сыплется. Следом за зимой и морозами метели бежали, над мужиками потешались, бабам в уши дули, веля печи пожарче затапливать, да на улицу носа не казать, а то не ровен час прищемит его сердитый морозка. Хозяйки деревенские, народ покладистый, послушный, сказано было дома сидеть, значит, так тому и быть, чего зря на неприятности напрашиваться, тем более в избе всегда есть чем заняться. Гурьян в народе почитался как зубной целитель и слыл трудолюбивым святым, поэтому и рожденные в этот день считались рачительными хозяевами, которые никогда не сидели без дела. На Урале и в Сибири в это время лепили пельмени. Тестяные ухи пришли на русский север еще в древности, когда кочевые племена возили с собой мясо, завернутое в тесто. Так мясо лучше сохранялось во время длительных переходов. К тому же такую еду было легко брать с собой на охоту. Достаточно лишь вскипятить воду, и сытное кушанье готово. На Гурия особым вниманием пользовались лошади. Гурьян без лошади, что зима без января, говорили крестьяне. Для этого дня даже существовала особая примета. Коли кони ржут на Гурия, то быть в доме добру. Рожденному в этот день подносили в дар меру овса и сток сена. Считалось, что у человека, преподнесшего такой подарок, весь следующий год лошади будут здоровыми. В этот день примечали, если на Гурия снег ляжет, лежать ему до половодья. Снега выпало больше обычного, быть богатому урожаю. Дует ветер, то он не утихнет до 19 декабря. Днем стоит теплая пасмурная погода, или пошел мокрый снег, быть маю ненастным. Лошади громко заржали, добрый знак. А еще говаривали. В Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы. А если 28 ноября сходить в баню попариться и искупаться, то проживешь целый год без болезней. Здравия, удачи и радости вам, славяне! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok